Конкурс проводился по инициативе областного управления образования, Усть-Каменогорского колледжа экономики и финансов, сотрудников кафедры бизнес Казахстанско-Американского свободного университета и Палаты предпринимателей области. Цель организаторов конкурса – стимулирование предпринимательских инициатив учащихся средних общеобразовательных школ и студенческой молодежи учебных заведений системы технического и профессионального образования. 34 участника со всей нашей области представили свои стартап-проекты. Сюда я приехала со своим бизнес-проектом, с инвестиционным проектом. Это цех по производству одноразовой бумажной посуды. Ранее я участвовала в подобных мероприятиях. Также у нас в городе, в Симпалатинске проводились такие же мероприятия. Наш колледж очень хороший, то есть у нас репутация такая, что все наши студенты участвуют в подобных мероприятиях. Также мы выезжали в Россию, это Барнаул, это Омск. Тоже проводились там олимпиады. Бизнес-проекты наши студенты защищали, я тоже в том числе. Областной конкурс проводился по пяти номинациям. Собственное дело – бизнес-план для Восточного Казахстана, программа экономических реформ, инновационное предпринимательство, агробизнес, социальный проект – основа решения актуальных социально значимых проблем. Для оценивания проектов привлечены высококвалифицированные специалисты, ведущих организаций области и вузов. В Палате предпринимателей потенциальных бизнесменов называют наши спасатели и делают ставку на подрастающую предприимчивую молодежь. Вы у нас самая активная часть общества, государство делает на вас ставку, вы более предрасположены к риску, вы впитываете извне, как губка, все самое полезное, новое, и отсекаете по наихию все, как вам кажется, лишнее. То есть вы обладаете большей креативностью, новизной бизнес-идей, что сейчас очень важно. Со своей стороны государство тоже открывает для вас широкие ворота. То есть во всех программах, которые реализуются посредством фонда ДОМУ, для молодежи выделены определенные опции. То есть у нас, мы называем это стартаперами. То есть если речь идет о субсидировании ставок, то для молодежи более лояльные условия. Если по проектам действующих предпринимателей фонд может давать гарантии до 50%, то по проектам молодежи, то есть в наших стартаперах, как мы вас называем, наша гарантия может доходить до 85%. То есть с вашей стороны достаточно предоставить банк порядка 15% залога. Это вот такое небольшое, скажем так, углубление, погружение. Что касается нефинансовой поддержки, у нас также для стартаперов предусмотрено очень много продуктов. Стартовала у нас в 2014 году школа молодого предпринимателя. То есть на базе фонда ДОМУ мы организовывали круглые столы, встречи, мы приглашали предпринимателей наших действующих, и они рассказывали и вводили в курс дела нашу молодежь. Для участников конкурса были предложены мастер-классы и деловые игры, организованные кафедрой бизнес Казахстанско-американского свободного университета.